Всем привет, ребята, здравствуйте! С вами Братуха, и это игра War Robots! Сегодня, ребята, мы пойдем в толпу и будем бить рандом. Постараемся, по крайней мере, его побить. Стало известно, спасибо товарищам, которые мне написали в личку, Денис, Артем, Александр, спасибо большое, ребята, они сказали, посмотри про роботов, про их продажу деталей. Окей, заходим, смотрим. Блиц, елки-моталки, ребята, блиц! Ну, так как мы хотим получить блица, мы включаем ключи и 100 тысяч серебра, и нажимаем кнопку начать. У меня 3740 деталей, и на блица мне стопудово не хватит, наверное, 20 деталей мы выиграем. Давайте за 2800 еще разок мы выиграем 20 деталей. Ну, на этом мы, наверное, и остановимся. Да, 150 тысяч серебра, 12 тысяч у нас получается еще один бустер, и 25 тысяч, последнее, что мы крутим блица за 450 деталей, это, ребята, все! На этом, типа, все! И что-то я прям ничего не увидел, что мне там ребята говорили, посмотри на детали, я что-то прям ничего не увидел. Спарки. Это еще одна должна быть бесплатная игрушка. Нажимаем кнопочку, 15 ключей, и вот то, что мне ребята сказали, оно бросилось в глаза. 11 тысяч токенов предложили за Спарка, за первую платную ячейку 11 тысяч. Робот Блиц стоил дешевле раза в три, да? Не помним, раза в три или в четыре. Раза стоил дешевле... Он 2800 вроде стоил, а этот 11. Я думаю, опять какая-то специальная провокация от разработчиков, чтобы у нас горели пердаки. Да, действительно, разработчики все делают, чтобы мы кипели. Мне кажется, спокойно, они не хотят общаться со своими игроками. Баллиста стоит 1000. Редеймер, ребята, проверяем, стоит... У нас Редеймер стоит 2500. Подешевле, чем Спарк в разы, да? Давайте посмотрим, Хаала, сколько стоит. Ну, наверное, 2000. Окей, 2000. Интересно, конечно, почему Спарк так бешено стоит, но этот, как говорится, ответ будет без ответа. Этот вопрос будет без ответа. А мы, ребята, купим сразу за 55 рублей донат в этой игре. Дадим разработчикам поиграть, купить там себе мороженое. 600 голды мы купили за 55 рублей. Также очень хотелось, чтобы у нас тут была скидка какая-то, вернее, в задании было задание. Но, увы, когда появляются такие продажи... А, вот, есть, смотрите, еще 500 голды сверху. Вот это спасибо, конечно, за приятность. То есть, 1100 я выиграл за 55 рублей. 1100. Некоторые создают много... Много... Ноксплауров. Мульти, очень там 10, 15, 20... Ноксов создают на компьютере. Одновременно их всех открывают, активируют свой аккаунт. И начинают постепенно в каждом покупать эту акцию. 10 раз купил за 55, заплатил 550 рублей, зато поимел на аккаунт засчитывается 10 тысяч голды. 11 тысяч голды засчитывается за 550 рублей. Есть такой обман. Этим обманом пользуются очень много топовых игроков. Те, которые сейчас в зеленке, в крутых кланах, они как один пользуются всей этой примечательностью. Ну, разработчикам, наверное, и хорошо. Денежка все равно капает. Если бы этого не делали, и такая денежка бы не капала. Не знаю, насколько это законно. А мы не будем больше чесать языком. У нас нет ничего интересного сегодня в новостях. Ничего, да, в новостях сегодня нет. Тест-сервер закончился. Роботов посмотрели. Я сразу обратил внимание в ваших комментариях, что вы писали про роботов, про новых на тесте РСов, Аидов там, что у них были какие-то лекарственные способности и так далее. Да, ребята, может быть, это все было, и сейчас это все отсутствует. И в следующем тесте, возможно, это все появится. Здесь нельзя на тест-сервере абсолютно утверждать что-либо. Это чревато большими-большими ошибками. Тест-сервер, он всегда непредсказуем. Вот когда все на боевое выйдет, вот тогда вроде бы все должно быть до конца уже отработано. Вот у нас первые роботы обездвижены, пушек все больше и больше этих всяких обездвиженок. У людей пушки новые появляются, а бороться с этими пушками никто так и не научился. То есть такой функции анти-замедлялка, такой функции нет. У нас сейчас, я так понимаю, гонка за маяками я активировал. И идем в режим на центральный маяк. Так, маяк мы еще слева один забрали. И сейчас подходим поближе, потому что наши бойцы уже тут умирают. Большой окрашивый идет передел власти. Не знаю, сколько мы продержимся. Если вот так будем вперед идти, как эти парни, Хелл Кайлер и все остальные, то мы не продержимся. Мы будем умирать быстро. Нет, хотя, видите, Хелл Кайлер вернулся обратно. Мы стоим ждем, щит энергетический у парня кончился. И он его отступил, наверное, чтобы починить. Также у нас Азэ Арнарико там, смотрите, решает на скоржах на Бульгасавре пощупать нас. Он щупает спектра на центре. Я чуть пониже спущусь. Фура на Драгунах стоит. Чемпион пошел на правую сторону на Драгунах, но чревато получить пиздюлин. Понятно, что никому не хочется стоять, все идут вперед. Отлично, кто же будет защищать-то? Вроде братуха, да, один. Вот и братуха пытается защитить маяк все-таки. Как-никак. Да, и, блин, эти скоржи, они могут сейчас нас уже долбить. Вот тут-то как раз фура на Драгунах и должна работать, поэтому Азэ Анарико. И она, я вижу, хп тает, работает. А я сейчас сплэшем, вернее, не сплэшем, а гнивым его сожгу до конца. 500 метров. О, Артемка улетел. Да, ребята, кстати... Ну ладно, это я, наверное, в следующем выпуске опубликую два скриншота. Радость пацанов, которые попали со мной в бой. Ха, я все их забываю сюда пришлепать в программу записи. Я, может быть, сейчас вялый, ребят, потому что я спал. Мы смотрели с Соней мультфильм Суперсемейка 2. Вроде бы так называется. И... Опа, шоки, меня прямо херачат. Суперсемейка 2 мы смотрели с Соней, и я уснул. Она вроде досмотрела до конца. Говорит, давай смотреть сначала. Я говорю, нет, Соня, мне хотя бы конец досмотреть. Давайте парня убьем. И попробуем посмотреть, что тут за тело. Может, даже придется его убить. Это парень на дробошах. Пару таранов, и он умер. Хотя нет, смотрите. Хитрожопый отступает. Его чемпион за ним гонится. Не, да, успешно он его догнал, убил. Противника мало. Мы его разбили на центральном маяке. Желание у противника пропало. Атаковать нас. К сожалению, что я сделал, непонятно. Куда-то прыгнул в атаку. И надо перезаряжаться. Там еще парнишка с инвизом может на меня напасть. А да, тут уже на меня кто-то нападает. Тоже, походу, парень. На, на... Ой-ой-ой, вот, видите. Сожгли. Вот я про что говорил. Замедлил меня маленький робот, у которого, как мы видим, смотрите, маленькое количество хп. А, его уже убили, походу. Да, его уже убили. И все, и убил меня. Без всяких там проблем. С одной тысячей хп. Инвиз здесь и текут. А нет, живой еще, смотрите. Вот он. Вот теперь убили. Противник, смотрите, нападает. Он на орках, я так понимаю. Но я не собираюсь почему-то. А, он летел, он летел на бульварка, понял. Сейчас, ребята, мышка работает сама по себе, а стреляет сама по себе. Давайте, ребята, бомбить. Ну, добивать остатки не очень весело. Но вот даже такое происходит, да. Как целого робота сливает другой робот в полусражение. Потому что у него четыре тарана. Это был какой-то иностранец. Хурим бомбей. Все, остался один противник. Мы выиграли. Вот такая вот была победа. Отстоял я в защите. Потом шел в атаку и в атаку. Что-то меня там сливали, убивали. Но в итоге мы победили. Кто захватит центральный маяк, тот и в отовой тапке, как говорится. Тот и победил. Прыгает Артемка на смерть. Успевает кого-то там слить, наверное, или нет. Победа! Первый бой этого вечера, напоминаю, сейчас 19 часов 34 минуты. Понедельник, 5 ноября. 108 тысяч серебра я получил. 200 тысяч дамага я нанес. Вот такая вот, ребята, пироги. Пироги, вот такие вот пироги. Никуда не лез, никого не трогал. 200 тысяч. Пффф. Да. Даже, ну, в принципе, по игре я мог бы так и сказать, что 200 тысяч. Всего почикал пару роботов. Зато своих слил 4, да? Или 3. Такие, ребята, пироги на карте Монтаусу. Слишком длинная карта и дальнобойных роботов у меня нет. Там фура на другунах, спектр на шектрынах. Таких роботов у меня нет. Даже от Скорджа я отказался. Потому что в ближнем боях, в городских условиях Скорджа не спасают против Пурсе на инвизи. Тулумбасами можно его завалить. А вот Скорджами нет. Оттого я Скорджа, ребята, и поменял. И теперь качаю Тулумбаса. Маяк мы захватили. У меня 76 тысяч хп. Я сразу же взял спектра на Тулумбасах. Брибибер. Шмибер. И опять против нас какой-то клан. Дал я там чуть-чуть плюшку. На правую сторону пошли, Станислав, бро. Все-таки кто-то пошел там на правый фланг. А я лично хотел бы прыгнуть в яму. Чтобы уже с ямы, как говорится. Опа. Атаковать. Но мне как бы, блядь, помощь нужна. Ну ладно. Хаечи тоже решил, почему бы и нет. Почему бы не прыгнуть в яму. И не убить братуху. Но хуй кто мне помогает. Бью по соплям. Он вообще непонятно по кому бил. Но сейчас он все-таки решил ударить по Хаечи. И то опять по какому-то Ланселоту он бьет. Бью по соплям. Видимо на Грифоне играть совсем не умеется. Ну понятно. Я слил одного робота дальнобойного. Вот у нас ворлд фура стоит. Ждут. Ждут раздавать ребятам плюхи. Такая у них позиционная игра. Будем стоять ждать. Да? Ну давайте, давайте березовый фарш. Ворлд будем стоять ждать. Обалденная у нас тактика. Но эта тактика все получше, чем у братухи пойти и слиться нахуй. Вот и слился я нахер. Отлично. Еще одного бота я потерял. На правом фланге ребята не могут пройти вперед. А, ну там бью по соплям тормоз. И Станислав он один. На Мендере или чем? На Карнедже? Не, не вижу. Все, убили. Вроде бы убили. А, вот тут бульварк у нас. Идем ребята дальше. Я думаю, ребята сейчас захватят маяк. А я их поддержу снизу. Вот, видите, один пошел. Вверх. Сейчас будем его пытаться сливать. Теперь остался там ланс. Я думаю, против ланса они справятся. Я этим с самого начала и хотел как бы заняться поддержкой снизу. Станислав захватил маяк, но против ланса он не сможет выстоять. А вот сейчас мне, ребят, пришел пиздец, ибо у него скорджи, они бьют на расстоянии 600 метров постоянного дамага. И у меня остается 50 тысяч хп. 49 тысяч хп. Ланс захватывает обратно маяк. Длиннобойщики перестреляли двух наших парней. Заебись. Там парнишка воюет на спектре до сих пор живой. Вбить его никто не может. Приходится братухе возвращаться, убивать его. Да, команда у нас классная. Мы, как вы помним, бью по соплям тормоз. Ворлд на фуре стоит в неположенном месте. И все остальные тоже тормоза. Помощи у нас от команды нет. Как и, в принципе, ребята, в прошлом бою не было помощи от меня, да? Ну, хотя бы я постарался его почикать. Тоже нет у меня желания туда идти. Абсолютно. Сами понимаете, там скорджи, сморджи. Сейчас правый маяк у нас отожмут. К бабке не ходи. Ребята, стало скучно, они пошли на левом фланг воевать. Ну, пойдемте на левый фланг. Одного слили. Там вот все данные бочки уже издеваться не могут над своими роботами. Все понавешивают. Не получается мне хотя бы верхним арканом зацепить его. Вот сейчас получится. Да, сейчас убили его. Но это означает, что опять появится новый робот. Наш маяк захватили. Я вроде бы как бы подчистил тут. А теперь надо, ребята, отходить. И перезаряжаться. Не справились наши. Вообще абсолютно не справились. Ворлд затупил и пошел вообще жопой куда-то к нашим противникам. Но ничего страшного, ребят. Бывает такое. Давайте отгоним этого парня, чтобы он ворлд нашего не бил. Хотя бьет настырно. Ну, вроде ничего так. Попотюхали пацана. Увы, 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 увы. А это пурсе. Понятное дело, мне пиздец пришел. Все, мы проигрываем. Так бабки не ходи. Поначалу боя прекрасно понимаешь. Выиграешь или побеждаешь. Но бывает такое, что даже заблуждаешься. Ну вот мы вот таким образом проиграли. У нас как минимум три яблона в команде. И вот этот большой тебе привет. Это нормально. Бывает такое. Следующий, ребята, бой. Я хочу провести один в режиме против всех. Посмотреть, что там происходит. И тащу ли я до сих пор. Также здесь не надо надеяться на команду. Вот в первом бою команда всех расстреляла. Маяк захватила. Молодцы. Без моего участия я практически участия не принимал. Один маяк я только как бы забрал. И все. Самый левый. Что дало возможность бегунам быстрым пойти и центральный маяк забрать. От того мы маяка и работали. Значит какая-то польза от меня была в прошлом бою. Я прыгаю на него в надежде, что я буду ниже него сейчас. И буду бить ему в корпус. Когда он будет находиться в инвизе. Так, стрельба у меня закончилась. Уходим сейчас. Чуть правее, потому что убивенный... А, пятый номер, по-моему, и он здесь находится, да? Одного мы убили. Минимум домашки мы потеряли. А-а-а, понятно. Этот парень на шоках. В любой момент он может прыгнуть. Вот он прыгает в тормоз. Блять, ну, к сожалению, видите как происходит. У нас... У нас получается, что при взлёте у тебя нет инвиза. И этим могут пользоваться шоктренисты и всякая такая дичь. Всё, я попал, внемилась к Скоржику. Внизу у нас энергетический белье... энергетический барьер находится Хаечи. Тоже не получается его завалить с первого раза и со второго даже. Он отходит дальше. Давайте нахер упрыгаем отсюда. И как бы нам сейчас уже пиздец, ибо через секунду, да, на нас будут наводиться пушки. Потому что Эндвиза у робота нет. И вот Хаечи все-таки решает напасть на братуху по мосту. Тулумбасы здесь, как говорится, отстой. Даже бесполезно. Все, завалили у меня еще одного робота. Блядь, нет желания у меня идти на него нападать. Карта дальнобойная. У меня пушки ближнего боя. А вот еще, смотрите, говно. Это говно какое-то косое. Она еще и попасть по мне не может. Ну, видимо, вообще играть не умеет. Это была двоечка. Там ребята бьются не на жизнь, а на смерть. Пятому номеру опять дали по щам. Третий номер забирает корону. У меня три убитых. У меня всего третья корона. Пурсе бежит, убегает. Надеюсь, что я перехвачу этого робота. И заебеню его. Давайте попробуем перехватить. Блядь, как печально, что он его успел все-таки забрать. И еще успеет, наверное, спрятаться. Да, ребята, он еще и успел спрятаться, к тому же. Охуеть. То есть я его убить не могу, а он, смотрите, пошел в атаку. И у него все шансы есть победить. Но он не рассчитал братуху. Не рассчитал, что играет против братухи. Братуха нашел место спрятаться быстренько, подождать, пока был совершен прыжок, и атаковать. Теперь братухе надо играть на смерть и играть лучше пятерочки, потому что пятерочки первое место никаким образом не светит. Блядь, но не дочел я, что меня может убить Скорджа. А Скорджа занимает первое место. И японский, блядь, бог, ребята, она начинает стрелять в меня. Надо убить его, надо. Блядь. Увы, убил его не я. И, соответственно, фрага у меня нет. Убегаем. Хотя там Грифон. Грифон лакомый кусочек. А там кто у нас промелькнул на первом месте? Вроде как был Спектр. На каких-то дробашах, видимо. Остались мы втроём. У меня второе место. Четыре фрага. Надо наносить домашки. За домашку дают точняшки. Это у нас на плазбе парнишка. Надо максимум близко к нему подойти, пока он меня не увидел. А он меня увидел. И он может отпрыгнуть, ребята. Вот он отпрыгивает. Но он совершает ошибку. Он прыгает вниз. О, блядь. Ё-моё, сука. О, ё-моё. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блядь, орки не по мне, надеюсь, работают? Это не по мне, надеюсь, работают арканы. Ёшкин-матрёшкин, ребята. Всё. Пришла смерть этому парню. Блядь! Это было, сука, пиздец. Он меня заебенил в инвизиум. Молодец. Недаром первая корона. Сука. Заёбывает он ещё одного поцака, и он не успевает. У меня есть слабая такая, блядь, хрень, что всё-таки первое место я не заработаю. Опа. Там заработали скорджи. Надо убегать. Сейчас скорджи будут работать по мне. Ой, ещё и слева. Бедный хаечи, блядь. Забрали хаечи. Вот в чём фишка-то. Надо хотя бы этого парня забрать. Отлично, делаем перезарядку. Шестёрка. А, на первом месте, сука. Ммм. Да понятно, что он меня, блядь, шкварит. Блядь. Да что ж такое-то? Не стоит играть, ребята, в рандоме. Четвёртое место! А, блядь. У меня последний робот. И тот на арканах. Это не пруха! Да-да-да-да-да-да-да. Я уже понял, блядь. Всё, у него какой-то один дробаш, видимо, стоячий. И скордж какой-то. Единицу слили, походу. Или пятёрку слили. Вот, а, единицу слили, единицу воскрес и убил. Везёт же, блядь, придуркам, а? Убить-то я его тоже убил. У него дробаш был обычный, гаст. У меня хотя бы второе место занять. Ох ты, ёпта. А-а-а-а! А-а-а! Блядь! Тебе-то корона не надо! Ты чё, корону захотел? Да блин! Блядь! А-а-а-а! Да! Хе-хе-хе-хе-хе! На-а-а! Бля-а-а! Да, ребятухи, вот такая вот хуйня произошла в этом бою. Аж на, блядь, противный хочется разбить кому-нибудь ебало! Или хотя бы кружку. Сука! Блин! Как обидно! Как обидно! Блядь! Любой робот, которого я хотел там убить, что-то были вдали от меня. Мне показалось получать пиздец карджей постоянно. Ужас! Да-а-а! Чёрт возьми. Ну да, ну что ж поделаешь! Не каждый живой фартит, ёпше! Есть фартовые бои, а есть не фартовые. Хе-хе-хе! Четвёртое место. Пиздец! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха, обалдеть, 847 тысяч дамага, вот он, безымянный какой-то парниша из какого-то странного яйцевого, э-э-э, вот, первое место у него, Тулумбасы, Скоджи, вроде, да, а фартило парню-то, ёп, 11 человек заебенил, ну, вот ещё парнишка у нас, Диаспора с какого-то клана, тоже, вот, Гаст, вот, вот у него Гаст, Магнум, вот он, у него был Скодж, Спар, Гаст, Вот он на втором месте, ну, а мне, ребят, в этом вечере не подфартило, это, блин, печально, чертовски, сука, горько, подписывайтесь на канал, ставьте лалки-дизлалки, оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас, играем в любимую игру и получаем от неё только позитивное настроение, с негативным настроением ложитесь спать, вернее, наоборот, пока-пока, ребята!